МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Опасная находка. Сержант-контрактник Национальной гвардии лишился кисти правой руки. В учебном центре поселка Карабас военнослужащий поднял с земли неизвестный пластмассовый предмет. Раздался взрыв. Опасная прогулка. Карагандинцы бьют тревогу. Все чаще подростки стали проводить время на крышах многоэтажных домов. Визг тормозов и рев моторов. На улице Олимпийская в дисциплине джимкана соревновались лучшие автогонщики Караганды и Астаны. Обо всем более подробно. Серьезную травму при проведении хозяйственных работ получил военнослужащий в учебном центре поселка Карабас Карагандинской области. Младший сержант обнаружил пластмассовый предмет, торчащий из земли. А когда он попытался его вытащить, произошел взрыв. Сейчас 33-летний Асан Синбилло находится в областном медицинском центре. Трагедия произошла 28 июля. Во время проведения хозяйственных работ на территории учебного центра в поселке Карабас младший сержант обнаружил пластмассовый предмет, торчащий из-под земли. Взрыв произошел в тот момент, когда военнослужащий пытался его вытащить. Пришедший в сознание Асан Синбилло не может толком объяснить, что это был за предмет. Пострадавшему была оказана медицинская помощь в городе Абай. Врачам пришлось ампутировать правую кисть. Затем молодого человека доставили в реанимационное отделение областного медицинского центра. Специалисты прооперировали его глаза и руку. По словам врачей, в настоящее время состояние пациента стабильное. На настоящий момент состояние пациента с положительной динамикой стабильное. Он буквально переводится в хирургическое отделение. Представители Национальной гвардии, где пострадавший проходил воинскую службу по контракту, заявляют, что детали происшествия станут известны только после проверки. «Сейчас мы тоже конкретно не можем, что это за предмет был. Выявить следствие, по результатам следствия будет известно». «Следствие возбуждено в какой статье или что?» «Уголовное дело, 42-я статья, часть 1-я, неосторожное обращение с взрывчатыми веществами». Также в Национальной гвардии отметили, что пострадавшему и его семье оказываются моральная и материальная помощь. Откуда появился неустановленный предмет, пока неизвестно. По словам военнослужащих, сплошная очистка на полигоне проводится два раза в год. Помимо этого, работы по очистке производятся после каждой стрельбы. Тохжан Лянова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Прогулка подростков по крыше одной из новостроек Караганды вызвала массу обсуждений на просторах соцсетей. Каким образом несовершеннолетние забираются на крыши и кто за это должен отвечать, расскажут наши корреспонденты. Подростки, гуляющие на крыше одного из многоэтажных домов города, возмутили карагандинцев. Видео, которое моментально разлетелось в соцсетях, было снято около дома номер 60 по улице Шахтеров. Жильцы отмечают, что крыша этого 16-этажного дома давно стала излюбленным местом для неугомонных подростков. Люк имеется только в первом блоке. Подростки всегда взламывают замок и забираются на крышу. В КСК жил соцсервис, который обслуживает данный дом, отмечая, что решить проблему самостоятельно они не в силах. По словам менеджера Марины Мельник, люки во всех блоках всегда закрыты. Однако ни один замок не может стать преградой на пути подростков. Я работаю с 4 мая официально на этом доме, на Шахтеров 60. При мне уже три раза заменили на первый блок секции замки. Меняли замок на четвертый блок секции, меняли на девятый блок секции. Три раза? Это уже три-четыре раза было. Получается, четвертый раз мы заменили, когда это вышло в Инстаграм. В КСК считают, что решение столь распространенной проблемы должны искать стражи порядка. Допустим, заварить крышу чудака мы не можем. Это и по пожарной безопасности не положено, и нам нужен выход на крышу, мало ли. Профлист сорвало, забилась ливневка, мы должны обязательно выйти туда. Заварить, заблокировать мы это не можем. Ну, что я хочу сказать, значит, сегодня вот утром я была в головном офисе, подходила к нашему замдиректору. Мы составляем сейчас письмо в Юго-Восточный отдел полиции, прям с просьбой, чтобы они нам помогли, чтобы участковый какие-то делал рейды, обходы. Что влечет подростков на крышу и можно ли с этим бороться, неизвестно. Зато имеется неутешительная статистика. Падения с высоты забирают в три раза больше жизни, чем рак мозга. У веселья на крыше многоэтажек есть и другая сторона. Зачастую подобное времяпровождение заканчивается трагедией. Только в конце февраля в Павлодаре 16-летний подросток разбился насмерть, упав с девятиэтажной новостройки. Ток Жан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Лучшие условия для ведения бизнеса созданы в Жанаркинском районе. А хуже всего дела обстоят в Балхаше. Такие выводы были сделаны на основе данных рейтинга легкости ведения бизнеса. На очередном аппаратном совещании Акиму области Ерлану Кушанову доложили о проделанной работе в составлении внутриобластного рейтинга, направленного на улучшение бизнес-климата в регионе. Ежегодный рейтинг Министерства национальной экономики определяет благоприятность условий ведения бизнеса в Казахстане. В прошлом году Карагандинская область расположилась на 13-й строчке рейтинга. Чтобы улучшить данный показатель, в области появился свой рейтинг легкости ведения бизнеса, в котором учитываются показатели городов и районов. В мае Ерлан Кушанов поручил Управлению предпринимательства провести расширенный анализ. Хотелось бы отметить, что методика рейтинга после презентации в мае месяце была направлена всем городам и районам. Для внесения предложений замечаний, а также ребенка остались спасибо в этом вопросе. Если в пилотном рейтинге забегает в арху, она не учитывала 9 индикаторов, то в новом мы добавили дополнительные индикаторы, и их сейчас уже 13. По общим итогам в тройку лидеров данного рейтинга вошли Караганда, Жанаркинский и Шерский районы. Согласно данным, лучшие условия для ведения бизнеса созданы в Жанаркинском районе. В зоне риска оказались Садпаев, Жасказган и Тимиртау. А в самом низу рейтинга – Каражал и Актогайский район. На самой последней строчке расположился Балхаш. Акимобласий Ерлан Кушанов отметил, что столь низкий показатель в одном из городов, обладающем высоким потенциалом, является признаком слабой работы Акима. Критике подверглась и работа Акима Садпаева. Ерлан Кушанов подчеркнул, что низкие показатели в рейтинге свидетельствуют об отсутствии поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Также глава региона подчеркнул, что этот вопрос подлежит повторному обсуждению. В сентябре еще раз вернемся к этому вопросу. Еще Алмаза Итальевна, Татьяна Юрьевна, вот по заместителям Акима, посмотрите, насколько они соответствуют. И те люди, которые занимаются вот в этих регионах, которые очень низкие на последних местах на Сидор, насколько они компетентны, насколько они решают вопрос. Глава региона поручил управлению предпринимательства продолжить работу в данном направлении, а также внимательно следить за показателями городов и районов, которые оказались в зоне риска. Тохжи Анлянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь распать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. К другим новостям. Жители и гости города за здоровый образ жизни. В Караганде стартовал марафон здоровых привычек под девизом «Будь здоров». Мероприятие было проведено Центром здорового образа жизни Карагандинской области ТО ТВ КИЗ-4 при поддержке Управления здравоохранения Карагандинской области. Целью данного мероприятия является популяризация здорового образа жизни среди населения, повышение ответственности за свое здоровье. В ходе этого была проведена массовая физическая зарядка. Увлекательная программа и выступления спортсменов никого не оставили равнодушными. В нем приняли участие активисты молодежного крыложа «Сотан», спортивного клуба, а также фитнес-клубы. Целью данной акции является формирование здорового образа жизни среди населения Карагандинской области. Каждый гражданин нашей республики должен нести ответственность за свое здоровье, должен начинать с себя, должен вести здоровый образ жизни, отказываться от предок привычек, быть хорошим, достойным гражданином. Марафон здоровых привычек включает в себя три основных действия. Первое, что должны сделать участники – убрать солонку со стола. Затем за сутки выпивать до двух литров чистой воды. Также каждый день проходить 10 тысяч шагов. Все эти задания участники должны непрерывно выполнять в течение месяца. В ходе мероприятия также был развернут городок здоровья. Здесь все желающие могли пройти медицинские осмотры и получить бесплатную консультацию на месте. В этом им помогли сотрудники поликлиники номер 4 и городской больницы номер 1. Я приехала из города Тимиртау погулять с детьми. Затем узнала, что здесь проходит прекрасная акция. Это очень удобно для нас. И самое главное – то, что хорошо – бесплатно. Хочу, чтобы такого рода мероприятия проводились как можно больше. Сама я проверила артериальное давление, уровень сахара и холестерина. Большое спасибо приветливому персоналу. Марафон будет длиться до конца года. По словам организаторов, для большего привлечения населения к физической активности планируется реализовать сразу несколько проектов. Например, уличный фитнес, который будет проходить два раза в неделю. Все желающие смогут заниматься фитнесом совершенно бесплатно в трех местах города. В Центральном парке возле Каскадного фонтана, в сквере по улице Нуркена-Абдирова и на юго-востоке на проспекте строителей. Андрей Тенн, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 29 июля скончался начальник отдела внутренних дел станции Караганда-Сортировочная, полковник полиции Абиов Рустем Серикович. Личный состав линейного отдела полиции выражает соболезнования родным и близким Рустама Сериковича. Абиов Рустем Серикович родился 22 сентября 1966 года на станции Мойн-Тащетского района. Проходя службу в рядах советской армии, выполнил воинский долг в провинции Баглан-Афганистана. В качестве ветерана афганской войны награжден орденом Красной Звезды. Службу в органах внутренних дел начал с должности оперуполномоченного уголовных расследований пункта линейной полиции на станции Жанарка. За безупречное выполнение долга неоднократно был награжден медалями МВД Республики Казахстан. Коллеги отмечают, что благодаря таким качествам, как честность, целеустремленность, полковник полиции Абиов безупречно выполнял свой долг. Коллеги ценили в нем грамотного руководителя и деятельного организатора. Прощание с полковником полиции Абиовым Рустемом Сериковичем пройдет 31 июля в 9.00 на станции Мойн-Т. Визг тормозов и рев моторов. На улице Олимпийская соревновались лучшие автогонщики Караганды и Астаны. Участники состязались в дисциплине джимкана. Турнир посвящен 20-летию Астаны. На улице Олимпийская ревели моторы, визжали тормоза и дымился асфальт. Здесь прошел настоящий праздник автомобильного спорта. Около 20 участников из Караганды и Астаны состязались в дисциплине джимкана. Это вид спорта на прохождение трассы за минимальное время на максимальной скорости, показывая при этом различные техники вождения, а именно развороты, кручения восьмерок и другие сложные элементы. Важной частью джимкана является дрифт. Цель это показать людям, что есть автоспорт в Казахстане, который динамично развивается, и чтобы не было вот этих нелегальных гонов, которые там устраивают в Караганде, там еще в каких-то городах, чтобы люди именно стремились к уровню именно автоспорта. И понимали, что это гораздо лучше и интереснее, чем приехать где-то ночью, пошуметь, создать какие-то неудобства жителям города. То есть есть специальные площадки, есть соревнования, чтобы приезжали и участвовали. Один из участников – карагандинец Гарун Шамхалов, кандидат в мастера спорта. Автомобильным спортом занимается вот уже 15 лет. Принимал участие в различных соревнованиях, как в Казахстане, так и за его пределами. По его мнению, именно автоспорт воспитывает самых дисциплинированных водителей. Хочется побольше, чтобы соревнования в нашем городе проводились. Это воспитание молодежи, чтобы они потянулись, чем по городу, чтобы они будут кататься. Лучше сюда пусть приедут. Для этого, чтобы власты побольше разрешения нам давали, площадку чтобы выделили. Организаторы заявляют, что за последние годы значительно вырос уровень автоспорта в Казахстане, увеличилось количество участников. Автогонки по праву считаются одним из самых популярных и посещаемых спортивных соревнований. Нынешние состязания проводились в классе «Задний привод». Победителями стали водители, прошедшие трассу за наименьшее время и без штрафных очков. По всему видно, что участники получили большое удовольствие от соревнования, а зрители и болельщики стали свидетелями зрелищного состязания. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. И последнее на сегодня. Очередной матч провел на выезде Карагандинский футбольный клуб «Шахтер». В Павлодаре горняки встретились с футболистами местного клуба «Иртыш». Матч завершился с ничейным счетом 1-1. В матче 20-го тура премьер лиги Павлодарский «Иртыш» принимал на своем поле карагандинский «Шахтер». Фаворита в этой игре не было. Обе команды разобраны, им требуется много работать. В итоге получился достаточно открытый футбол. И голевые моменты присутствовали. Но в первой половине забить никому не удалось. Во второй отметился бразилец Родриго. Однако довольно скоро ему ответил наш Домир Каяшевич. Оставалось достаточно времени для победного взятия ворот. Только забить никто не сумел. 1-1 ничья. Сейчас вижу, какое состояние наши команды. Просто необычно смотрят. Я знаю состояние. Попали в такая ситуация. Мои дружи. Приходят сами. Потому что говорят, что люди не отходят. Обидно, что сегодня премьер Секвы и Родриго термировали 4-5 метров. Они были самые лучшие, как и на поле. Обидно застанет. Я думаю, что сегодня получилась очень интересная игра. И поздравляю. Так как сная команда, так и команда Викторовича. Потому что здесь не было. Это был зрелищий сезон. Оба команда, где вы знаете, где мы находимся. И как борются, так для очка. Из-за этого, наверное, была интересная игра. Мы выиграли. Мы нашим противник. Так что я заболен. Потому что мы в какой-то момент проигрывали. И наши близкие проявили характер. Исправнили счет. Так что мы дома идем. С одной очка. И специальная команда. Теперь у Шахтера 18 очков. Команда расположилась на 10-м месте. В предстоящую субботу, 4 августа, горняки будут принимать у себя Алматинский клуб «Кайрат». Андрей Тен, Андрей Тимофеев. Первый. Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сауба Устар. Субтитры подогнал «Симон»!